Ну что парни и девчонки, уж не знаю кому может быть интересно восстановление фрилендера, наверное преимущественно лица мужского пола, но вдруг уж так получилось, что вот на этот видеоролик попала какая-то хрупкая девушка или женщина и она с такой же проблемой как у меня. Приятного просмотра и тебе. Я не думаю что вас много, но тем не менее очередная часть на ваших экранах и произошло многое. Врываюсь прямо вот с пылу с жару, только что приехал сервис, уже можно сказать, что та часть которую я записываю она уже чуть подзабылась, следующая часть которая будет записываться я думаю что завтра и выйдет это непонятно когда вот там очень много что интересного произошло, но я же должен вам показать что было в предыдущей части, что будет следующая промежуток там, его нужно чем-то заполнить. Сразу, конечно в конце ролика скажу, но тем не менее хочу отметить, что те вложения которые я предполагал относительно автомобиля, то есть там возможно сломано, возможно нет, почти все из этого было сломано. В конце этого видеоролика я обозначу сумму, которая включает в себя не только выполненные работы, но еще и работы, которые будут выполнены. То есть я деньги занес, мне обозначили сколько это будет стоить, но сейчас мы где-то что-то ждем когда придет, где-то ждем когда там что-то произойдет. Короче, ну вы собственно сами все увидите. Давайте наверное сначала прослушаем и посмотрим все то, что будет показано в видеоролике, а уже в заключении я обозначу, что я помню, что было заменено, ну и возможно у вас по вот этим видеороликам будут некоторые вопросы. Обязательно оставляйте их в комментарии, к сожалению все выкладывается с огромной задержкой, с огромнейшей задержкой, но о боже, иначе никак. Так, приятного просмотра. Смотри, замена комплекта роликов плюс ремень ГРМ 6 тысяч, замена. Потом по навесному оборудованию, замена ремня и роликов 2 тысячи, замена помпы 2 тысячи, замена тормозных плюс колодок передних 2 500, замена тормозных дисков плюс колодок задних 3 рубля, сразу будем обслуживать у порта, замена обратки 2 рубля, сама обратка, она 4 с лишним тысячи в магазине, мы тебе за 2 500 отдадим, замена навесного комплекта, так, трешка, кулер 7, замена кулера 7, шланги кулеру 7, там пипец шлангов не хватает, кулак передний правый, короче, под вопросом, он говорит, что вроде как удар туда был, вот, лампы туманок, так, примерно, короче, 2 500, они рублей по 900, каждая лампа, вот, штупица, задняя правая под вопросом, там что-то гудело, замена рычагов передних 4 рубля, снятие турбины в районе 12, там прокладки, шпильки понадобятся, вот так, дальше погнали, насос дополнительный по системе охлаждения мотора, это идет на вебаста, короче, он не это, не работает, он ебался с ним, что-то делал, он рублей 5-7 стоит, по рейке, рейка, если под замену, тогда 17 рублей рейка, замена, там подрамник надо будет откручивать, сопускать, 7 тысяч работы будут по замене рейки, вот, там слесарные работы сопутствующие будут, у него подрамник мятый, и болты загнуты, то есть, пиздец, как их откручивать, не представляю, ебаться придется. Снятие стоек передних по 2 рубля, штука это 4 тысячи, перебор стоек 4 тысячи, водяной шланг, короче, 4 500, замена шланга охлаждения 2 рубля, снятие стоек задних 4 тысячи, перебор 4 тысячи, снятие установка защит 400 рублей, это под мотором, замена масла в моторе 600 рублей, масло 5400, фильтр масляный 900, фильтр воздушный 900, замена фильтра 300, фильтр салона 900, замена салонного 300, ВДшка 800 рублей, пиздец, тут гора у нас идет ее, карбураторный спрей для чистки, все сейчас чистим, дроссель, так что там по турбине 2400, замена бачка охлаждающей жидкости, рублей 800 будет, там тоже все вычищать на снятие бачка ГУР 700 рублей, чистка бачка ГУР, косарь 500, бачок сам поменять не будем, сохраним его, замена жидкости ГУР в районе двушки, где-то 2400 литра 2 уйдет, замена масла в коробке, рубля 3, и масло само 7200 литров 6 уйдет, чистка дроссель для косарь 500, фильтр топливный надо менять, он рубля 3 стоит, замена фильтра топливного рублей 700. Вообще гора, бля, запчастей, короче, с нее, все там, это, новые стоечки, все тут, суппорта блестят, посмотри, там все. Ой-ой-ой-ой, еще суппорта, что ли, даже покрасили? Да, конечно, там обслужили, тут, короче, подтянули, сейчас все ровно здесь, короче, лонжерон, идем, лонжерон поставили, здесь пока я не заварил, то есть все выставим сперва, видишь, тут это нарезано, здесь пока нет, кронштейны по дырочкам, сейчас все сходится здесь, все, это, кулер поставили, вот этот радиатор только в понедельник придет. Ну, понял, понял. Здесь тоже все выставили, лонжерон, сейчас осталось вот здесь, вот только вниз, короче, еще не выправил, чуть-чуть, вот, стоечки, там, алло, видно? Да, видно, видно, видно. Новые стоечки, все, списки новые, там все, суппорта, вон гора, тут, короче, рычаги такие, тролики всякие, поменяли, там все шуршит, вот, еще, вон, стойки, это, надо, переберем, соберем, короче, делаем, обратно, да, видишь, тут колхоз, короче, вон, видишь, на хомутах, сечение все это нарушено, на КамАЗовском хомутах. Вот этот трубокровод, короче, он такой двойной, придет он, обратно есть у нас полностью, поставим шланги, которые вот эти все придет, на радиатор, короче, все есть почти, по мелочам, что-то где-то выползнет. Да, блин, сижу, вон, короче, под машиной, тут все, болты, короче, не откручиваются, бебец, надо все высверливать, видишь, сижу, короче, под твоим бампером, ё-моё, видишь, тут все, короче, видишь, что с проводами? Ну и трындец, я так смотрю, да? Да, тут все на каких-то спайках, все переделки, все пообрезано, короче, ё-моё, а, он, короче, мотор стуканул у него на втором, хе-хе-хе, на втором фриле мотор стуканул, коробка, сегодня я его тягал. Это этот, который у него там HSE? У него мотор стуканул, коробка, что-то еще, короче, пипец, вот, он в коробку привез, видишь, и не ту, короче, купил, и не ту, вообще, все не то, все не так. Ну, мой совет тебе относительно этой коробки, можешь туда насрать, и будет в самый раз, там хорошо все смажется. Ну, умный, умный, чё, я, знаешь, я вообще не удивлюсь, что вот с этого фрила, который у тебя стоит, который мой, половину деталей он себе поставил в эти дрова. Ага, ну, может быть, чё, я с этого на продажу, типа, похуже, да, а тут чё нет-то? Да, потому что я даже, когда на второе объявление его смотрел, вот этот фрил, который у тебя мой, он был с порогами, ну, с лестницей, да, вот с этой, которая с боками стоит. А этих порогов-то тут нет ни хера. Туманки-то не горели, да, говоришь? А туманки, слушай, пойми правильно, я на нем проездил совокупно 120 километров, и все время ездил там 50-60 километров в час, я это даже не проверил. Ну, просто, извини, там ошибка по двигателю вылезает, я же не сумасшедший ездить на такой машине. Ну, короче, проехался, это вдоль путей тут, ну, пипец, с редуктора заднего, вот, надо снимать, перебирать, либо другой редуктор покупать. Ну, а что дешевле и правильнее, чтобы на дистанции это все не отыграло? Блин, вскрытие покажет, но подшипники там дорогие, короче, 4-8 тысяча один штука. А сколько всего их? А там их 4. Блин, нихуя себе. Это, считай, на планетарку рубля 2-4 каждый. Это на планетарку, там их 2. Это закладывай 8 тысяч, к примеру, на планетарку. Плюс на хвостовик 2 подшипника, они рублей 5-8 штук. А там их сколько? Плюс надо будет цельники 2 на хвостовик и 2 на планетарку, плюс цельники рублей 700, плюс работа. Ну, если, смотри, подшипники, когда выкрашиваются, они на шестерни, на все там нализывают. Так что, блин, лучше, конечно, заведомо исправный агрегат покупать, но он будет рублей 20 стоить. Бывает даже до тридцатки. Короче, агрегатом дешевле. Бампер только пока еще не накинули, тестили. А что ты лонжерон заварил там все? Нет, пока не это, не трогал. Сейчас покажу. Вот, видишь? Угу, угу. Это-то ерунда, а тут пока в работе не это, не трогаю здесь. Я понимаю. Сейчас выгнали. Вебаста работает, там насос другой поставили на Вебасту, чтобы все работало. Ураган. А бак не смотрел, почему уровень топлива неправильно показывал? Или это из-за обратки, может быть? Еще не дошли до этого. И по электрике тоже, да, там, если какие-то провода оголенные, там что-то наколхожено, пока тоже, да, нет? Мы же по подшипникам попробовали везде, во-первых, все аналоги какие-то китайские, и цены лупят. Ну, короче, фигня. Лучше агрегатная замена дешевле будет. Угу. Надежнее. Ну, там 35, и на этом остановится? Или там что-то еще надо будет? Нет, ничего иначе. Все, редуктор, все. Это нормально, да, цена? Да, это вообще так-то нормально. Недорого, недешево. Ну, хорошо. Хорошо, раз так. Значит, а здесь повезло? Ну, как повезло. Такие цены. Есть в Москве, есть по 20 тысяч. Есть ремонтные по 20. Ну, как ходить будет? Ремонтная запчасть, это есть ремонтная. Что туда поставят? Нормальных подшипников-то не ставят. Лучше агрегат, который в Англии, все сделано. Поставил и забыл. Угу. Что-то еще тема осталась. Пофарм, Вова, что сделаем? Заливать герметиком будем. Посмотрим, работа творческая, надо душой подойти. Итак, что же? Что-то вы посмотрели, что-то вы послушали. Здесь, безусловно, далеко не вся информация относительно выполненных работ. Сразу хочу сказать, что в данный момент перечень тех моментов, которые были применены относительно фрилендера, это запчасти и работы, вот этот вот список огромный, он уже на третьей странице. То есть, настолько там много работы. Вы уже все прекрасно, да, вот помните предыдущую часть, вы тогда, наверное, еще, я не знаю, она еще не вубликовалась, эта часть номин записи этого видеоролика, но, скорее всего, вы все думаете, да нифига себе, вот это вот инвестиции, да. Представляете, когда все получится поднять на ноги, и это будет обыкновенный фрилендер, в какую стоимость может выйти восстановление автомобиля, если это, ну, что-то посложнее фрилендера. Это Audi A8, это какой-нибудь Vogue, тот же самый Land Rover, это какой-нибудь X5, может быть дизельный, M50D, суммы там могут быть просто космическими. Представьте на секунду, и это реальность, потому что люди привыкли к старым ценам, они покупают машины за старые цены, а старые цены сейчас, вот в данный момент, это дрова, дрова дровинские, и цены продолжают расти. Новые машины не заводятся к дилеру, их мало кто покупает, люди не продают старые, то, что есть на рынке, оно растет в цене. А если у кого-то встает задача приобрести автомобиль, вот, собственно, и получается то, что получается. Я сейчас очень сильно могу ошибиться, но что было сделано? Редуктор заменен, редуктор не новый, поменяли. Турбина была отдефектована, мне встала тоже дефектована. Там был заменен катедж с вентилятором, и был заменен актуатор. Патрубки, шланги, все, что было наколхожено, все было заменено. Омыватель, который вставляется в бампер, также был заменен. По фарам остается некоторый вопрос, потому что фары болтаются, и с ними все не очень хорошо, крепления сломаны. Если их восстанавливать, это все на герметике. Если искать что-то не новое, это опять лишние деньги, и это немалые деньги. По Vibasto шланг восстановлен, по обратке обратка восстановлена. По двигателю, само собой, заменено масло в коробке, заменено масло в редукторе, заменено масло в двигателе. Там все фильтра, да, само собой. Заменены две форсунки, одна была сломана, одна была починена, будем называть предыдущего хозяина цыганом. Вот она была цыганом починена. Наверное, за надутого коня он обменял вот эту форсунку. И там пришлось менять, да, стоимость форсунки, она немаленькая, то есть там что-то порядка 10 тысяч рублей с работы. Это дорого, действительно дорого. Получается две форсунки. Про турбину сказал. По салону пока нет вообще никаких изменений. По электрике наладили провода к противотуманкам, поставили лампочки в противотуманке. Все, что нужно было зачистить, то, собственно, и зачистили. Лонжерон заварили. Антикором будут проходить потом, пока антикором не прошли. Суппорта выглядят, вы сами увидели, в принципе, неплохо. Их там где-то что-то смазали. Короче, обновили. Стали они выглядеть существенно лучше. По колесам пока вообще никто ничего не приступал. Я имею в виду диски и покрышки. По баку. Пока рано об этом говорить в следующем видеоролике. Ну, наверное, по-любому что-то забыл, потому что было очень много всего. И вот это все, вот оно, собственно, туда и валится. Куда на самом деле не глянешь, везде проблемы. По сути, сейчас вот из того, что там может сломаться, движок не заклинил, движок работает. Хотя троит. До сих пор троит. И об этом тоже в следующей части. По коробке заменили масло, коробка работает нормально. Подушку двигателя заменили, там по коробке стало поменьше вопросов. Все остальное, все остальное в очень печальном состоянии. И это все вот это печальное состояние, оно сейчас выводится на какой-то более-менее приемлемый уровень. То есть машина вот в данный момент в состоянии бери-садись-ъезжай. Но мы же помним, да, то есть задача стояла изначально восстановить машину в состоянии хорошо, потом в состоянии очень хорошо. И сейчас вот эта цель, она, ну вот, вижу цель, иду к ней. Машина прежде всего должна не подвести. И давайте подсчеты, да, все на самом деле максимально просто. В этот раз я не смогу расписать вам то, сколько денег я закинул вот куда-то вот сюда, сюда, сюда. Все очень просто. К той сумме, которая была там, добавляется 60 тысяч рублей, потом добавляется еще 60 тысяч рублей, потом добавляется еще 50 тысяч рублей. И вот эта сумма, сколько там получается, 170 тысяч рублей была закинута мастеру для того, чтобы он там что-то купил, что-то привез, ну, короче, для того, чтобы что-то начало двигаться. И итоговая сумма по вложениям. И это вообще не предел. Вот примерно такая, какой вы можете себе ее наблюдать на экране. Я не знаю, сколько там, но это в любом случае уже не 850 тысяч рублей. Вы прекрасно понимаете, что я вышел за вот ту самую планку, за которую планировал. Но ничего не поделаешь. И поэтому продолжаем, продолжаем возиться дальше. Вот такие вот дела, друзья. Пишите комментарии. Мне будет очень интересно посмотреть, что вы там написали, потому что ролики выходят. Вот предыдущий я не смотрел, а вот тот, который был перед этим роликом, я все смотрю. Мне очень лестно, что некоторые разделяют мою проблему и пишут, что да, все с этим сталкивались, ничего, прорвешься. Так оно и есть. Так оно и есть. Все, спасибо. Не буду вас больше отвлекать. И всем пока.